Света, как ты познакомилась с данным видом циркового искусства? Ну, вообще, все началось с того, что я пришла заниматься стрит-пластикой, я познакомилась с пилоном, у моего директора было безумное желание, у директора студии было безумное желание открыть это управление, воздушные полотна, ну, и получилось так, что нам приехала московская звезда, так скажем, мы уже теперь звезда полдэнса, и дала нам мастер-класс по полотнам. Вот, я начала заниматься, у меня получилось, ну, и, в общем, так как это направление было новым, мы открыли группу, и я начала заниматься и тренировать эту измену. Вот, так я и познакомилась в этой студии. А это является твоей основной работой? Ну, нет, я работаю еще в одном месте. Да, работа у меня основная, это как бы у меня как хобби, ну, и, в общем-то, часть моей работы тоже, ну, как бы серьезное, это твой хобби. А вот скажи, пожалуйста, нужна какая-то физическая подготовка, чтобы начать заниматься? Ну, она не помешает, так скажем, вам будет легче, если придете уже с подготовкой. Ну, в общем-то, при огромном желании можно и без подготовки приходить, пробовать. Есть простые элементы для совсем новичков, есть элементы посложнее. Нет, не обязательно иметь подготовку, надо иметь желание огромное, когда все получится. А много где и желающих, которые интересуются этим направлением? Ну, вообще интересуются. Сначала, когда мы начали это направление, группа никак не убиралась. Это примерно было, наверное, может быть, год, я не обману, наверное, скажу так. А сейчас, с начала этого года, с конца того года где-то, стабильно в группу ходит 5 человек минимум. То есть было даже и 10 человек. То есть, да, народ интересуется, народ приходит. Девочкам нравится. Мальчики, ну, они как-то не оживаются, мальчики, наверное, в женском коллективе, возможно. Возможно, ну, у мальчиков вообще физическая форма получше, чем у девочек. И, может быть, им не хватало нагрузки, поэтому не хватит. Да, народ интересуется, с удовольствием занимается. Что нужно знать человеку, который помогает. Он хочет прийти к первой разной змеице. Ну, а основное, что он должен знать, это форма одежды. То есть одежда должна быть закрытая, потому что при малейшем резком движении по полотнам можно получить ожог. Ну, конечно, на такой высоте сложно получить серьезный ожог, но все-таки можно. Но это неприятно. Из-за этого некоторые люди просто уходят. Вот. Поэтому лучше закрывать ноги, закрывать руки, подмышки. Ну, это основное. Ну, и имейте волное желание, как я уже говорила. А дает ли Ваша студия показательное наступление? У нас проходят регулярно отчетные концерты, в которых любой ученик может поучаствовать. То есть он может готовить номер и выступить на концерте. Ну, и в том числе, конечно же, и на полотнах выступают и ученики, и преподаватели. В том числе, естественно, я даю. Расскажи, пожалуйста, ну, лично твоих впечатлениях от воздушной акробатики. Мои впечатлениях, да, это хороший вопрос, я сама задумалась. Не хватает высоты, вот, на их впечатлениях. Хочется делать обрывы, но вот, не хватает высоты. Ощущение себя на высоте? Ну, да, ощущение себя на высоте. Мне бывает страшно. Мне бывает страшно выполнить какие-то трюки, я себе перевариваю страшно раз, страшно два, но потом здорово ты летишь, это здорово, это эмоции неповторимые свободного полета. При этом я не хочу провести страшно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok